МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые артистичные юные жихары областного центра споборничали за званием «Маленький гамельчанин-2018», а зараз об этом и иншим больше подробязно. Эффективность работы державных предприемств и пытание платы працы в бюджетных организациях. В Палаце незалежности президент Беларуси провел на раду с керавництвом Совета Министров. После масштабного обмеркования основных аспектов развития экономики в широком составе тыдень тому, сегодняшнюю встречу можно назвать контрольной зверкой курсу. Обмерковываются бюджеты работы реального сектора. Головная задача – забеспечить сбалансованность и устойливость державных финансов. На парадку дня оплата працы бюджетников – это 850 тысяч человек. Урад пропоновывает тут серьезные новины. Александр Лукашенко подкреслил, что поддержку найдут только те изменения, которые будут на корысть людям. Говоря про питание державных ассад страхования, белорусский лидер акцентовал увагу над тем, что любые корректировки в этой сфере должны быть дбайно продуманными. Размова так само и шла про кирование предприемствами и выдаткование держсродков. В целом Александр Лукашенко ждет до рада узгодненности и последовательности деяния. Мы проводим совещания регулярно по мере необходимости с администрацией президента, считай политическим штабом президента, правительством экономическим штабом президента и госсекретариатом с заинтересованными лицами, для того, чтобы вы напрямую, без какого-то аппаратного фильтра, как принято говорить, смогли доложить свою позицию в главе государства. Как мне докладывают, сегодня одной из тем должны были стать очередные запросы о государственной поддержке на ни много ни мало полмиллиарда рублей организациям, которые обслуживают агропромышленный комплекс. К сожалению, правительство намеренно обошло эту тему во время обсуждения проекта бюджета на предстоящий 2019 год. Если и появится необходимость кого-то поддержать, то в мае я установил четкий порядок. Сначала доложите, что сделано, все возможное и невозможное, изыскали ли резервы, снизили все виды затрат, особенно непроизводственных, пофамильно установили, кто и как довел предприятие до такого состояния, что им приходится с протянутой рукой ходить. А не просто кто-то, пусть даже не само предприятие, а ведомство, принесло правительству предложение, вы его, как паштальоны, направили президенту для принятия решения. И самое главное, если новые кадры, которые готовы распорядиться той или иной поддержкой, это самое главное, то получается так, что руководитель того или иного предприятия хозяйства повалил и пришел за поддержкой. Администрация президента неоднократно доводила подобные критерии до правительства и, еще раз подчеркиваю, порядок должен быть незыблемым. Сегодня каждый докладчик должен не просто проинформировать по-своему, а прежде всего предложить решение системных проблем, из-за которых возникло текущее обсуждение. В марте на отчете правительства я отмечал, что самая важная задача – это обеспечить согласованность и последовательность действий, прежде всего внутри правительства. Если на словах ратовать за создание комфортной бизнес-среды и декларировать повышение инвестиций в человеческий капитал, но намеренно прощать миллиарды рублей без хозяйственности, то цели в этой пятилетке мы, наверное, не добьемся. Деньги нужно считать. Одна из пропанов Совета Министра утечилась о заматсовании высшейших службовых особ у якости представников державы у наглядальных советах. Головное потребование президента – подойти до этого вопроса без формализма, выразно размежававши полномодства. Это должны быть в первую очередь компетентные люди. Пропанова будет допрацовываться, додатково пройдя обмеркование с бизнес-колами. Кончатковый вариант будет подать на керонику державы до конца года. Сегодня Международный день инвалидов. У Гомельской области таких людей амаль 91,5 тысяча. Прикладно 5 тысяч – дети. Наш корреспондент Марина Джалая сустрелась с двума Александрами – инвалидом по зроку и колясочником. Моцными духом, жителюбивыми и метанакерованными мужчинами, которые являют собой приклад не только для таких, как сами, а литерально для каждого. Александр Атвиновский працует на факультете математики в Гомельском дежуре университете мя Франциска Скарины. Он один из ляпых выкладчиков математических дисциплин в Беларуси. Проблемы с вашим амел с детинства, а Ля Кончаткова стратил зрок у студентские годы. Любимая праца, женка и полторагодовый сынок – все его жизнь. Ранее, каже, шматшим займался танцами, спортом, а ля заразна гэта не хапает часу. И гэта, видать, добра, заполнять свое жизнь, все окажут под завязку. Студенты чекают своего выкладчика с нетерпливостью. Александр им за все доветливо усмехается. На жаль, ее не бачить, как широ юнаки и девчаты усмехаются ему в отказ. Я работаю здесь уже около восьми лет. Чувствую себя очень комфортно, в принципе, в стихии преподавания. Мне нравится, и студенты очень хорошие. Люди, которые, скажем так, они стараются помогать, по сути-то. То есть обманывать – это единичный случай. Вот я хотела спросить, как раз не хитрят ли они? Это единичный случай. Ну и подсмотреть, понимаете, подсмотреть можно всегда, если ты не учил, объяснить то, что ты подсмотрел, крайне тяжело. Они со мной общаются, они разговаривают, я задаю вопросы. Поэтому очень тяжело как бы обманывать. Раз по године наша здымочная бригада уже у новобелицы. На улице Ильича у однопокаевой кватеры на першем поверхе нас чекает Александр Тимофеев. Спортсмен, колькости у знака родья кого, могут позаиздросить и абсолютно здоровые люди. Александра у 17-х годов неудало нырнул и взломал позвоночник. Говорит, что три дни пересенсовывал життем. А потом взял себе в руки и начал будовать життем на ново. Александр – сирота, это кватера социальная, але она не турма для мужчины. Десять годов он займается спортом – теннис, дартс, армрестлинг, легкая атлетика. А кроме того, працует у шпиталя инвалидов Великой Ачинной войны, да помогает таким, як сам. В госпитале я занимаюсь именно, называется это первый контакт. То есть человек приезжает на реабилитацию и он еще не понимает, что с ним происходит толком. И я попытаюсь ему рассказать, показать, что люди в коляске тоже живут, люди в коляске тоже любят, люди в коляске занимаются спортом, создают семьи. И рассказываю полностью ему все, что его интересует, как себя вести дальше. В рамках проекта проводили шесть мини-сборов для инвалидов-колясочников. Там мы их обучали, как пользоваться коляской, как становиться на баланс, как преодолевать бордюры, какие-то препятствия. Как пересаживаться в коляску и обратно. Полностью все, чтобы человек себя уже начал чувствовать вполне адекватно и вполне хорошо чувствовался в коляске. У Гомельской области живет больше 90 тысяч инвалидов. Все лето у органов по праце и занятости зато помогой у працеулаткования звернулося свыше полтысячи человек. У нас, оказывается, содействие в трудоустройстве таким гражданам, с начала года в органы по труду, занятости за социальной защитой обратилось 539 человек, имеющих группу инвалидности. При содействии органов по труду, занятости за социальной защитой было трудоустроено 271 человек. В том числе в счет установленной брони, которая устанавливается ежегодно решениями райисполкомов, 58 человек. Еще 46 человек у нас прошли профессиональную подготовку и преподготовку по востребованным на рынке труда профессиям. Это какие, можно сразу сказать? Например? Например, это и оператор котельной, это и продавец. Ну, в основном по рабочим специальностям. Еще у нас 8 человек открыли за счет средств фонда собственное дело. Это за субсидии, да? Да, получили субсидию для открытия собственного дела. Вот это основные направления, которые как и для безработных, так и для граждан, имеющих группу инвалидности, предоставляют службы занятости. У завершения хочется додать наступное. Якими б моцными духом, як герои нашего сюжета, не были люди с инвалидностью, кожному з них потребна подтримка и допомога. Материальная, физичная, духовная. Подтримка державы, родных, соседев. И кожных из нас. Марина Джалая, Павел Антонов, телерадо, компания «Гомель». У Беларуси начала працаваць база дадзиных, не занятых у экономицы. Згодна ответному декрету президента, те, кто без объективных причин не працует, с наступного года будут платить за некоторые послуги у стопроцентным померам. Састудзеня за горячую воду, а с кастричника за газ и отяплення. Обновляться база будзе раз у квартал. Пасля махчимы из шастей. Информация проставлена на адзином портале державных электронных послуг. Нагадаем, во усих районах в области и администрациях города Гомеля створены территориальные комиссии садзейничания занятости. Тут могут допомогать у праца уладкованни по специальности, альбо пропануть отрымать новую профессию. Так само у беспрацовных есть махчимость открыть свой бизнес. Об режиме работы комиссии можно доведаться на сайтах выканавших комитетов. Люди, которые сегодня нуждаются в этом, или не заняты, сами знают, либо не знают, сомневаются, они могут обратиться в первую очередь в комиссии территориальные, которые созданы в 25 районах нашей области и функционируют на сегодняшний день. Обратиться туда, конечно, предоставив документ соответствующий, что он является таковым и проживает на этой территории, и уточнить, включен в эту базу он или не включен. Если же он не хочет обращаться по каким-то причинам в комиссию, значит, он может обратиться в так называемую службу «Одно окно», где тоже самое предъявит свой документ, подтверждающий его личность, и там, соответственно, тоже выдадут ему так называемый логин и пароль, на основании которых он, войдя в личный кабинет, может получить, соответственно, тоже эту информацию лично только о нем. Гомельская областная организация Белорусского товариства «Червоного крыжа» протягивает выдачу ваучеров вымышенным переселенцам из Луганской и Донецкой областей Украины. Ваучеры дают право на набитие продуктов и предметов первой необходимости на сумму 100 белорусских рублей. Претендовать на такой вид одноразовой допомоги могут пожилые люди, инвалиды, тяжелые женщины, неполные и шмадзетные семьи. Для отримания ваучеров треба звернуться у районную организацию «Червоного крыжа» по месту жихарства. Отоварить их можно у крамах сетки «Белкапсоюза» по усею в области. Як распавяли у областной организации «Червоного крыжа», выдача ваучеров переселенцам проводится у регионе поэтапно с 2015 года. За этот час их выдали больше за 8,5 тысяч на огульную сумму свыше 850 тысяч рублей. Звернуться до керавництва областной державной инспекции смогут жихары региона у Сираду 5-го Снежня. Промой линию проведет начальник управления ДАИ Управления внутренних справ Гомельского облаканкама Андрей Гаркуша. Задать питание можно по номеру телефона 68-31-53 с 12 до 13 годин. Найстарейшая установа середней специальной эдукации нашей краины отцветковала юбилей Гомельскому колледжу. Филиалу Белорусского державного университета транспорта вспомнилась 140 годов. На урочистостях побывала Ганна Корольчук. История колледжа началась еще в 19-м стагодзе. Первыми наученцами тогда еще в училище либо в Роменской чугунке стали 11 человек. Потребования до их были вельми строгими. После года теоретичной подрыхтовки необходимо было еще 2 года доказывать свою профессиональную пригодность на практице. И только потом выдавали аттестат. Однако сказать, что сучасным наученцам отримывают профессию больше легко, так само нелегко. Сегодня у колледжа рыхтуют кадры по 7 специализациях середней специальной эдукации и одной профессиональной техничной. Мы готовим транспортников, которые управляют на железной дороге, то есть это управление движением. Мы готовим помощников-машинистов, мы готовим вагонников, мы готовим бухгалтеров для движения, мы готовим логистов. И мы стараемся... Вот последнее ввели специализацию автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте. То есть колледж развивается. Выпускники колледжа не мают проблем с працуладкованием. В минулом году 100% ученев бюджетной формы и 90% платной одразу отримали працу. На выпускников этого научного года уже зараз поступают заявки от разных организаций краины. Рыхтовать квалификованные кадры допомагает сучасная техничная база. Подчас занятка у колледжа можно смоделировать любую ситуацию, якая может возникнуть на чугунце. Допомагают с набытем обсталевания Министерства транспорта и коммуникаций и белорусская чугунка. До юбилея у колледжа открыли новую лабораторию системы регулирования руху техников. Здесь расположены стенды светофорной сигнализации, пульты дежурных по станции, компьютерное оборудование, которое используется на лабораторных и практических работах. Оно позволяет качественно повысить уровень учащихся, которые приходят в качестве молодых специалистов на производство. Новое оборудование, оно более соответствует современным стандартам образования. Учащиеся на практических работах отрабатывают навыки непосредственно на тех пультах, которые установлены на станции Белорусской железной дороги. За 140 годов колледж дал путевку житю больше 40 тысячам работников чугуночных транспорта. И сегодня заявляется одним из флагманов по подрыхтовке кадров для чугунки. Зараз тут учатся больше 1200 человек, включающих заводчников. Повиншевать их, а так само керавництво колледжа с юбилеем, приехали представники голеновых министерств, белорусской чугунки, керавництва в области и города. В аурочистой обстановке выкладчика узнагородили знаками «Выдатник белорусской чугунки» и «Гоноровый чугуночник», а так само грамотами и подзеками. Ганна Коральчук, Сергей Лукашук, телерадио «Компания Гомель». На этом тидне отбудется одна из главных подеев студентским життям Гомельской области. Фестиваль «Зимовая веселка» на протягу больше двух десяти годов збирая наученцев усіх вины у региона. Дмитрий Котов, Волода и подробязностями. Вселетняя «Зимовая веселка» складается с трех этапов. Первая – доброчинная акция «За справу». До пятого снежня студенты наведают социальные установы Гомеля и Мазера. Другий этап – интерактивная выстава, присвеченная году Малой Родимы. И она развернется у громадско-культурным центры Шостого Снежня. Галлонная по диафоруму – концертная программа. Команда кожной ВНУ представит творчий номер протяглостью до 15 хвилин. На сцене одночасово могут знаходиться до 50 человек. Самые главные критерии – это многожанровость, разноплановость, конечно же, режиссерский ход, интерес в целом и гармоничное сочетание всего того, что представят ребята. Будут определены 7 командных номинаций и 7 индивидуальных. Это лучший актер, лучшая актриса, открытие года, инструментальный драйв и другие. Зимовая веселка закликана допомогшей першокурсникам худшей улиться у студентской осяроди. Студенты старейших курсов, переможцы минулого года, будут допомогать им рыхтоваться. Тем больше, что у кожного, кто уже выходил на сцену фестивалю, засталися только приемные уражения. Я считаю, что «Зимняя радуга» ежегодно является одним из самых талантливых и веселых конкурсов между студенческими университетами, потому что это очень сильно сплечает саму команду внутри университета, так и команда между университетами. Ты находишь новые знакомства, раскрываешься как личность. В начале студентского форума зимой веселка 6-го снежня, а 16-й години. Гомельчане еще могут поспеть набить квитки в первичных организациях БРСМ и кассах города. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Подведены выники конкурса «Маленькие гомельчане-2018». Уладальниками титулов стали София Ткач и Матвей Шелец. Наши корреспонденты назирали за финалом детячего конкурса артистизму и грации. «Маленькие гомельчане» – это целое шоу с выставой рамесницких вырабов и показом эксклюзивного одзения. Все лета конкурс детячего артистичного мастерства и грации проходил в 11-й раз, а тому у организаторов достатково великий опыт. Унесено изменение усяго одно, але оно мое принциповое значение. Залековые балы «Маленькие удельники» начали набирать и еще на этапе подрыхтовки. Интеллектуальные и актерские сдольности конкурсантов оценивали подчас амаль двухмесячных тренировок и репетиций. Непосредственно подчас финалу – визитная картка, тематичное дефиле и выход у костюмах, пошитых с допомогой батьков. Я долго трудилась, помогала родителям делать костюм, помогала делать все, чтобы быть лучше всех. Узрост конкурсантов – от 8 до 11-й годов. Традиционный выбор «Перамужцы» проходил у двух номинациях – мисс Гамельчанка и мистер Гамельчанин. Хоть у Воголя без узнагород не застаётся никто, а проща основных для маленьких леди и джентльменов организаторы продуглезли еще 15 захвачвальных номинаций. После завершения конкурса его удельники прознаются. Это был нелёгкий марафон, но очень интересный. Дорогие, некоторые из них уже сейчас планируют принять удел у споборниц, которые отбудутся в наступном году. А по коль можно подвести выники и отпочить. Для вас был красивый, яркий, а для меня он был, ох, жаркий. На 7 КГ я похудел, не пил пошти, не спал, не ел. Три волоска седых нашёл, но дальше всё равно пошёл. Олег Шинцюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокампания «Гомель». Маразы отступают, али на дворье на этом тыдне комфортным не назовешь. У прогнозе синоптиков мокрый снег и навод дождь. Ближайшую ночью будет до минус 2 и без опадков. У Алторак плюс 2 градусы, махшим и дождь. У Сираду на протягу суток каля нуля чакается мокрый снег. Шетверга слубки термометра знов попаузуть вниз. Подмарозить до минус 3. У пятницу чакается каля 2 градусов морозу. На выходных до 2 с плюсом и опадки у выгляде дождю и мокрого снегу. Гэты и иншая новин вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by На гэтым выпуск завершен. Дякую за увагу и до встречи у эфиры. Эфир телеканала «Беларусь 4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Пошли кататься на санках на реку и провалились под лед. В Добружском районе утонул 14-летний мальчик. Полудню этого дня тело мальчика так и не нашли. Несчастный случай произошел в минувшую пятницу 30 ноября около 5 вечера. Два брата вышли с санками на реку. Пройдя всего лишь несколько метров по неокрепшему льду, они оба провалились. Это произошло недалеко от их дома. Один из братьев упал в воду в метре от берега и выбравшись, сразу же побежал за отцом. Тот пытался отыскать сына рядом с полыньей, которая была в 5 метрах от берега, но тщетно. 14-летнего парня унесло под лед с течением реки. В настоящее время проходят поиски, работают группы водолазов и будут продолжаться до момента обнаружения тела погибшего ребенка. Хотелось бы еще раз напомнить всем взрослым, что необходимо не допускать выхода несовершеннолетних на ледовое покрытие ввиду опасности нахождения на льду ребенка. Опасность нахождения на льду водоема не осознают не только дети, но и некоторые взрослые. Под Музырем водитель утопил в озере Ауди, к счастью, сам остался жив. Парень, жаждущий экстрима, отправился кататься на машине по заледеневшему озеру. Свою молодецкую удаль он попросил запечатлеть знакомую, оставшуюся на берегу. Возможно, зимний дрифт сорвал бы много лайков в соцсетях, но что-то пошло не по плану. Автомобиль ушел под лед. Впрочем, видео все же выставили. Но похвалы в свой адрес водитель, увы, не получил. Предположительно, неосторожное обращение с огнем при курении послужило причиной пожара дачного дома в поселке Ильич Гомельского района, на котором погибли мать и сын. По прибытию к месту вызова первых подразделений МЧС происходило открытое горение практически всех строений на участке дома, сарая и гаража. При разборке сгоревших строительных конструкций работниками МЧС на полу в веранде обнаружен труп хозяйки дома, пенсионерки 1939 года рождения. Также на полу в сгоревшей комнате был обнаружен труп сына хозяйки, безработной 1970 года рождения. Еще один пожар со смертельным исходом произошел в Ветковском районе. Причиной его возникновения стало нарушение правил эксплуатации печного отопления. По прибытию к месту первых подразделений вовсю полыхал частный дом. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждены стены и имущество. В деревне Старое Село на пожаре в нежилом доме ожоги и травмы получил мужчина. Его обнаружили спасатели около горящего погреба. Пострадавшего передали работникам скорой медицинской помощи. После осмотра с диагнозом термические ожоги второй степени мужчину, личность которого сейчас устанавливается, госпитализировали. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Завершился чемпионат Беларуси по футболу высшей лиги. 30-й тур дал ответы на вопросы, кому достанутся серебряные и бронзовые награды. А также вторая путевка в первую лигу. При любом исходе поединка против Википска Гомель ниже 12-го места не опустился бы. А вот северянам, претендовавшим на награды, обязательно нужно было побеждать и надеяться на осечку Шахтера и Минского Динамо. Все от него зависящее Витебск сделал уверенно, обыграв зелено-белых 3-1. Но медальным планам не суждено было осуществиться. Горняки и столичные динамовцы выжили максимум из своих поединков и примерили серебряные и бронзовые награды чемпионата соответственно. Итоговая таблица выглядит так. Батэ оформил 15-е чемпионство у Шахтера, второе место у Динамо – третье. Гомель остался на 12-й позиции. Покидают вышку Могилевский Днепр и Смолевичи. В следующем сезоне, напомню, в Элите будет уже два клуба из нашего региона. Повышение в классе заработала Мозорьская славя. В центральном поединке 12-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу зафиксирована ничья. Лицельмаш и столица так и не смогли распечатать ворота друг друга. Во всех остальных поединках игрового уикенда взятия ворот были. Гомельская команда «Быче» на домашней площадке обыграла неуступчивый дорожник. В составе железнодорожников отличились «Гуменюк» и дважды «Литвинов». Гости также не ушли с поля без забитого мяча. Лучший бомбардир столичной команды Скворчевский пополнил свой голевой багаж. Итог 3-1 в пользу «Быче». Лидер турнирной таблицы гомельская команда ВРЗ в 12-м туре не допустила осечки. Под горячую руку вагоностроителей попал Светлогорский ЦКК 8-2. «Быче» благодаря победе над дорожником вплотную подобралась к квартету сильнейших. Мужская команда гонбольного клуба «Гомель» прервала безвыигрышную серию в чемпионате Беларуси. Гомельчане не знали побед 10 матчей к ряду. На домашнем паркете «Гомель» был сильнее могилевской команды «Машека». Причем победили хозяева весьма уверенно – 32-20. В турнирной таблице гомельчане на пятой строке от квартета сильнейших команду Сергея Цыганкова отделяет 7 баллов. В «Гомеле» во дворце водных видов спорта прошел открытый кубок «Беларуси» по плаванию среди спортсменов с нарушениями слуха. Участие в соревнованиях приняли спортсмены из Беларуси, Украины, России и Казахстана. Открытый кубок «Беларуси» впервые прошел на большой воде. До этого состязания проводились в 25-метровом бассейне Гомельского областного центра Олимпийского резерва по паралимпийским и дифлимпийским видам спорта. Организаторы уверены, что такой переезд пойдет на пользу и спортсменам, и соревнованиям. Думаю, со временем сюда для учитывания такие условия проведения соревнований не стыдно будет приглашать представителей разных стран Европы, мира. Очень красивый бассейн, большой, и, конечно, он является стандартным для того, чтобы спортсмены могли готовиться к международным стартам, потому что международных стартов на 25 метрах не бывает. Гацор по олимпийским и дифлимпийским видам спорта выставил сильнейших спортсменов. Команда насчитывала 20 человек во главе с многократной чемпионкой дифлимпийских игр Оксаной Петрушенко. Без медалей хозяева не остались. Мария Рудько стала лучшей на дистанциях 50 и 100 метров на спине. Оксана Петрушенко выиграла золото в заплывах на 150 метров брасом и 200 метров вольным стилем. Геннадий Цирон добыл две серебряные награды на дистанции 500 метров брасом и бутерфляем. Также в активе гомельчан две бронзы в эстафетах. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова